АЛЕКСАНДР ЖУЧКИН Всем привет, меня зовут Александр Муратаев. На данный момент я профессиональный иллюзионист и полностью свою карьеру построил, связанную с фокусами. Но начиналось это все достаточно поздно в моем возрасте и как раз сейчас хочется об этом поговорить, потому что если сейчас, грубо говоря, я в хорошем настроении, в возрасте духа и какой-то самореализации, то еще 12 лет назад все было намного тяжелее. И связано это с тем, что, сейчас по порядку буду рассказывать, я с детства занимаюсь легкой атлетикой, с 6 лет, наверное, и у меня папа был вторым тренером. Также с 6 лет я начал заниматься фокусами, но никогда не думал, что фокусы будут моей какой-то работой, да, я думал, что всегда это будет просто увлечение или хобби. Но это, наверное, потому что не было мысли, что с помощью фокусов можно зарабатывать и как-то развиваться. Так как папа был второй тренер, то у меня был очень жесткий режим. То есть я утром вставал, тренировка, обеденный сон, вторая тренировка, ночной сон, все, никаких гулянок. То есть я помню, что, наверное, первый раз мне разрешили не ночевать дома, наверное, лет в 19. И когда все мои сверстники тусили там до часу ночи, куда-то ездили там за город, какие-то тусовки, то я такой в 10.30 спать, утром тренировка. Достаточно поздно я полюбил легкую атлетику. Изначально, конечно, это было, ну, как можно сказать, из-под палки, наверное, да. Но лет в 16-17 я уже настолько сильно загорелся легкой атлетикой, что как бы не представлял свою жизнь без нее. Вот. С одной стороны, это хорошо, когда ты увлекаешься спортом, когда у тебя есть какая-то цель. Но с другой стороны, учитывая, в какой не суперситуации находится у нас легкая атлетика в стране, да, ты понимаешь, что ты не можешь добиться таких же результатов или столько же зарабатывать, сколько там зарабатывают в других странах, то уже там в 20-22 года я понимал, что, ну, даже если я там выиграю какие-то соревнования, а я выиграл чемпионат города, и мне даже медальку не давали, да, это была просто грамота. У меня уже тогда были переживания, что я не знаю, как мне дальше развиваться. То есть хотелось бы стать каким-то известным человеком, да, знаменитым, богатым. Тогда я помню, на MTV шла передача «По домам», и я постоянно ее смотрел, как там шакелонил, вот мои 8 машин, вот мой суперзагородный дом. И когда я вырос на MTV, я не знаю, если вы выросли на MTV, то вы бы поняли мое чувство, когда ты постоянно хочешь, постоянно живешь вот в каком-то шаре желания чего-то добиться. Мне уже 25-26 лет, я потихонечку заканчиваю карьеру легкой атлетики, потому что не вижу каких-то перспектив. Я выполнил мастера спорта, но чтобы добиться чего-то большего, надо уже принимать какие-то запрещенные препараты, да, или, я не знаю, уезжать в Кению и там тренироваться с кеницами на постоянной основе. И я что только не пытался делать. Я пытался организовывать покерные турниры, пытался организовывать вечеринки. Мы какие-то пытались нарисовать схемы создания там буллинг-клуба, ресторана, но не было никаких вообще знаний в голове, связанных с бизнесом. И, конечно же, все, что мы там рисовали на бумажке, там превращалось в полнейший ноль. И, ну, вот, было ощущение, что все, как бы, что все, надо идти устраивать. Я помню, даже был момент, когда я пошел, мама мне сказала, что ты никогда вот не сможешь найти себе работу, ты как бы надо уже начать зарабатывать деньги. Там, до 28 лет я жил с родителями. И я даже пошел работать на три дня, больше меня не хватило, мерчендайзером в магазин лента. Я расставлял водку, как-то я даже мужику ящик продал. Но тогда я уже понимал, что я не могу на кого-то работать, что, ну, это просто не мое. Конечно же, сейчас сложно полностью вспомнить эти переживания, но страх того, что ты, как бы, ничего не добьешься, что ты останешься вот просто вот куда идти. Охранникам. Я помню, я ходил, пытался устраиваться блинчики. Сейчас их, по-моему, нет, рубли назывались. Я пришел, говорю, там, сколько будете платить, я готов делать блины. Вот, и мне, наверное, я не знаю, это назвать везением, да, или стечением обстоятельств. Но, как говорит мой папа, везет тому, кто везет. В моей жизни есть, у меня очень хороший друг, его зовут Дмитрий, и мы с ним там на данный момент уже 20 лет дружим. Мы как-то сидели на крыше, а надо сказать, что я фокусы показывал всем подряд. Вот когда открылся торговый комплекс Пик, я ходил по нему, наверное, по 10 часов в день охранникам, продавцам, там, кассирам в билетных кассах в кинотеатре, там, просто контролерам. Ну, всем подряд я показывал фокусы. Хотя деньги я за это никакие не получал. И вот в какой-то момент мы сидели с ним на крыше, он знал, что, естественно, я фокусник, и я показал фокус, где я снимаю с него часы. И его настолько сильно вот как бы шокировала эта реакция, его же реакция, что он мне предложил сделать из меня, там, самого известного, востребованного фокусника. А он тогда начинал карьеру бизнес-коуча. Сейчас он очень известный, популярный бизнес-коуч. Вот, и он говорит, давай из тебя сделаем там, вот, суперфокусника. Я говорю, ну, я не знаю, давай, как это вообще может быть такое. И мы начали работать с ним, я выступал за полторы тысячи рублей. Он начал меня учить стратегическому планированию, начал учить, как делать рекламу, как набирать команду, вот, так как денег у меня совершенно не было. Это были времена, вот, 26 лет. У меня в кармане было, ну, 100, максимум 200 рублей. То есть, любая поездка за город с другом, у меня на тот момент был лучший друг Дамир, мы ездили там через день куда-то там в Зеленогорске, куда-то там в Рощино. Вот, и постоянно это было автостопом, потому что, ну, не было денег. Мы с Димой начали заниматься. Он, естественно, поначалу все за меня оплачивал. Мы с ним договорились, там, он имел с меня какой-то процент. И я вот начал развиваться в этих фокусах. И достаточно долго я работал там за полторы, за три тысячи рублей. И, знаете, вот есть люди, у которых там богатые родители, у них там появились деньги сразу же. Есть люди, которые там начали зарабатывать там уже в 19-20 лет, таких очень много, да, и начали получать свою первую зарплату. Может быть, не супербольшую, но там, не знаю, те же 20-30 тысяч рублей. И потихонечку осознавали, что такое деньги. Я помню, когда мое выступление стало стоить 4 тысячи рублей. Я никогда этого не забуду. На Ладожской есть большой комплекс, в одном комплексе там 20 банкетных залов. Забыл, как назвать. А, островок счастья, островок счастья. Самая такая популярная точка была, в которой я выступал. И у меня как-то в Новый год, в новогодние праздники, я уже брал за выступление 4 тысячи рублей. И у меня там было два выступления подряд. И я выбежал оттуда с таким ощущением, как будто я там обманул всю систему. У меня 8 тысяч рублей в руках. Я как бы, нет машины там, слякать на улице. Снег идет там такой с дождем, чуть ли не играть. Я с тремя мешками там, до метро там надо, ну, наверное, минут еще 15 идти, короче, вот по всей этой грязище. Там даже не было нормальной дороги. И я иду, я просто, я лечу, а не иду. У кого-то пенсия там 8 тысяч рублей за месяц. Я 8 тысяч рублей за один день заработал. На тот момент я был достаточно ленив. Очень, очень, очень был ленивый. Я помню, что вот, ну, просто не было опыта никакого работы. И, наверное, и желания не было. И вся жизнь, которая вот была, я тренировался, загорал на Крестовском острове. Тренировался, загорал. И через день куда-то мы с друзьями ездили на какую-то дачу. Там какие-то были вечеринки. Вот. И вот этот Дмитрий, опять же, да, как бы, он достаточно такой жесткий бизнес-коуч. Чего мне как бы всегда не хватало. Меня надо, мной надо управлять, мной надо руководить. То есть, в том плане, что если у меня нет какого-то наставника, ментора, да, не начальника, а именно наставника, то я ударяюсь в прокрасти... Сложное слово для меня. Прокрастинация. Да, это когда ты вроде что-то хочешь делать, а вроде ничего не делаешь, там, то в телефоне позалипаешь, то кошку погладишь, то там что-то поперекладываешь с одного места на другое. Но полезного ничего не делаешь. И я вот помню, он мне звонит и говорит, мы составили с ним план, там, на 10 лет, на, там, год, на неделю и на день. И вот он говорит, так, все, мы делаем промо-диски с твоим видео. У меня тогда уже было первое промо-видео. И начинаем раздавать его по агентству. Ты, значит, должен... То есть он как бы пытается мной руководить, но делать я должен все сам. Ты идешь в агентство, ты сам делаешь диски, ты сам там составляешь базу и так далее. И вот первые дни, когда мы с ним начинали работать, мы на понедельник составили план, он мне звонит, говорит, что делаешь? Я говорю, я загораю. Он говорит, в смысле ты загораешь? Мы же должны начать работать. Я говорю, слушай, ну, работа не убежит. То есть получается такая проблема, что мне 26 лет, я в роли чего-то хочу добиться, хочу стать известным, популярным, но для этого ничего не делаю. И вот хочется всем сказать, что это тоже умение начать что-то делать, как бы, да, и не заканчивать это делать. Сейчас я как бы настолько научился этому, насколько можно. То есть у меня нет ни минуты, когда я там что-то не делаю. Даже когда я сижу там на дне рождения или на чьей-то свадьбе как гость, то я все равно постоянно в телефоне переписываюсь с партнерами, я там что-то делаю, или там изучаю английский язык, или там составляю какой-то еще один там план. То есть я постоянно в работе. То есть я не могу на отдыхе не работать, не могу там на празднике расслабиться. Может быть, это и проблема. Моя девушка мне постоянно говорит, что ты как бы не в моменте. Давай там, даже когда я обедаю, не работать ты будешь, да, а вот со мной пообщаешься. В какой-то момент, когда там Диму достало, что я вот там загораю постоянно, я помню, мы с ним встретились, и он мне сказал, слушай, такая фраза была, тоже она у меня запала в голову. Если ты хочешь через 3-4 года работать со своими фокусами в переходе, и тебе больше от этой жизни ничего не надо, то ты можешь продолжать дальше загорять на Крестовском острове, и ездить с друзьями на дачу. Как-то вот это достаточно его жесткость, и его показания, что типа, ну не хочешь, я с тобой не буду заниматься, варись в своем говне, как и варился, и в 40 лет ты будешь работать за 30 тысяч рублей на какой-нибудь обычной работе, и все у тебя будет хорошо, но ты ничего не достигнешь. Вот, и как-то вот это во мне там, наверное, перевернуло мышление, и я стал больше уделять всему этому время, и все вот как-то пошло своим чередом, то есть мы начали нанимать каких-то сотрудников, делать рекламу, вот, опять же, было очень тяжело, то есть я это воспринимаю как бизнес, да, то есть я создал бизнес, в котором, правда, вот, если меня нет, то бизнес не работает, да, для бизнеса это плохо, сейчас я это понимаю, когда, там, пытаюсь развить какие-то другие направления, не связанные с фокусом. И сейчас вот хочется там советовать, если вы находитесь в таком же положении, в котором был я 10 лет назад, в первую очередь не отчаиваться, потому что неважно 23 года, 26, 30 или 35 лет, главное желание и постоянное стремление куда-то. Я всегда раньше говорил, что самое главное – это постоянные попытки что-то сделать, вот, поэтому тут не отчаиваться, я вообще всегда всем советую, кто хочет чего-то добиться, побольше читать, особенно какой-то вот литературы, типа там Forbes, РБК, потому что в этих журналах вы очень часто можете найти примеры людей, которые также вот пытались вот это нащупать, да, и нашли. И когда вы читаете, что человек начал чего-то добиваться в 35 лет, а вам там 28, да, то это вам придает уверенности, что еще не все потеряно, и все, все еще у вас впереди. Поэтому тут главное – не отчаиваться и продолжать работать. Только что вы посмотрели новую серию проекта «Откровения», и если у вас есть история, которую вы хотите поделиться с людьми, обязательно присылайте мне ее либо в Инстаграм, либо в ВК, у меня везде открытая личка. С вами был Александр Жучкин, до новых встреч, друзья, до завтра, пока! Субтитры создавал DimaTorzok